Привет-привет! Меня зовут Саша, канал Душно. С нами сегодня Денис. Дениса, я думаю, представлять уже не нужно. Всем привет! Как у тебя настроение? Отлично. Всегда приятна мысль, когда мы с тобой... Мысль того, что мы записываем с тобой слепые затесты. К тому же сегодня вы пока еще не видите, но они здесь достаточно интересно оформлены. Оттригуют. Да, так что я, честно говоря, прямо в предвкушении. Я тоже в предвкушении, но я... Время три, я сегодня умудрился рано проснуться, и я засыпаю. Так что, надеюсь, меня взбодрят слепые затесты. Ну, если что, я продолжу, да. Да, но если я здесь прикорну на какое-то время, ты просто берешь управление на себя. У нас слепые затесты от Елены, и я лично в восторге от того, как Елена оформила их. Ну, во-первых, как ревизия от Левантов. Во-первых, симпатичные от Леванты, темненькие, мне нравится стекло. Во-вторых... Что тут, извини, миллилитров пять? Нет, нет. Нет, тут троечка. Это троечка, но очень такая полная. Вот, и Елена не стала их нумеровать, так что мы их в случайном порядке. Кроме одного, она последний аромат, она сказала, что его лучше оставить под конец. Видимо, там какие-нибудь смертоносные уды. Вот, и вместо нумерации здесь вот такие руны какие-то самые разнообразные. Но я думаю, что мы будем их показывать в процессе. Да, я даже думаю, может что-то выбрать себе в качестве татуировки. Отличная идея. А давай все забьем. Давай сделаем парные. Да-да-да. Вот. Чего я хотел сказать. Всего в этом комплекте 9 ароматов. И что-то мы решили, что 9 для одного видоса многовато. Поэтому мы разделим их на 2. 4 будут в первом видео на моем канале. А за оставшимися 5 приходите к Денису. Ко мне, да. Я еще не знаю, мы либо их выложим параллельно, либо через какое-то время. Но вы уже к этому моменту, наверное, все поймете. Понимать. Без лишних слов предлагаю начать. Да, тоже мне кажется, здесь прелюди не нужны. Кстати, смотря на эти отливантики, я почти уверен, что везде там ниша. Ну, как бы, а вот не знаю, честно говоря. С одной стороны, вот эти все, конечно, знаки наводят на эти мысли. С другой стороны, ну, может быть, Елена просто как бы так творчески подошла. Но, может быть, там что-то будет, ну, люксовое. Что-то горькое. Какие-то цветы лимона прям. И лимон слышу. Мне первое, что-то очень горчило. Я подумал, что это какие-то такие ареновые ирисы. Ну, а сейчас действительно полезли. Может, это сами... Очень много их прям. Нейроли, цветы лимона. Все совсем уходит, да, в нейроли. А мне вот они сразу прям вот ударили в нос, честно говоря. Ты о чем говорил вначале? Ирисы? Слушай, да, что-то такое это. Ну, может быть, знаешь, сама посылка была немножко ароматическая. И я думаю, что, может быть, какой-то из них немножко подтек. И вот первое впечатление это от другого. Но сейчас, да, никаких пересосов. Слушай, ну, чисто вот эти... Блин, даже поставлены цветы лимона, лютанца. Я просто ничего не знаю такого жанра больше. Или что прям вот так? Мне кажется, на цветы лимона, лютанца, они немножко как-то посложнее даже. А это попроще как-то сделано, нет? Вот не пойму, может быть, это какая-то именно версия или гробик, или уже водяная. А, все-таки. Да. У меня отливант, по-моему, из водяной. И ты мне его когда-то отдал. А, у меня потому что два было. И у меня осталось еще 10-миллилитровый. Ну, есть что-то общее. Но мне почему кажется, что это не он? И сейчас я вообще думаю, что это может быть колонь какой-нибудь. А может быть... Я, кстати, только что подумал про какой-нибудь, типа, обновленный мюблер колонь. Вот этот Come Together зелененький, не старый. Не понял, о чем я, да? Ну, вот, ну, в общем, я ставлю или на то, или на то. А я подумал еще в сторону 47-11 колоний. А, я не отречаю. Причем даже классическим. Ну, просто я их не знаю, например. Ну, я тоже не очень хорошо его помню, но... Так-то я могу подумать и на Акуди Парму, естественно. Нет, тем не менее, такое где угодно может быть. И сейчас я еще, ты уже думаешь, что это не очень дорого. Ну, кстати, мне приятно. Ну, мне тоже приятно. Вот это такая поливалочка прям замечательная. Ну, я ничего больше не скажу. Очень красивый, свежий, умоленоватый цветы лимона. Ну, твоя версия, что все-таки... Цветы лимона. Скорее дорого или скорее не очень дорого? А, в этом плане я все про цветы лимона. Да. Слушай, ну, опять же, вот непонятно. Какой-нибудь, кстати, еще пахнет Фредерик Маля, там такое супер название, колонь анделибиль. Ага, как это переводится? Ой, по-моему, типа какой-то искрящийся или потрясающий, вот это лимон, я не помню, как переводится слово. Я его не пробовал. И у меня был гель для душа. Мне так он нравился, я даже думаю, может, мне нужен флакон. Вот. Так что у меня три варианта, и я к чему? Что сегмент может быть любой. Как Фредерик Маль, так и Бракар. Поэтому, ну, я за это не хотел бы много денег отдавать. Я бы тоже много не отдал. К тому же, мне кажется, правда, что-то такое можно купить в 47.11 за полторы тысячи рублей. А сейчас каким-то вот немножко моим мандариновым Прадо пахнет. Мандарин вот у меня вылезает. Ну, в общем, по-любому цвету сня с мылом и всякими там, не знаю, цветами лимона. А что вот, ну, я назвал, резюмировать это, цветы лимона лютанца, Фредерик Маль, колонин анделибиль, может быть, меблиер какой-нибудь, а может быть и полетели. А может быть и приветики. Что же я сейчас говорил? Ну, короче, зрители все помнят. Давай смотреть. Да, да. Вряд ли мы что-то еще смотрим. А, или вот Прадо Мандарин, но начало все-таки другое было. Это Эрмес. О, да, не пойму. Жонтиян Блянш. Я помню, что такое Жонтиян, честно говоря. Так. Горячавка. А, ирис. Вот, видишь, не зря я его назвал. Хотя я, честно говоря, не прямо его слушаю. О чем пахнет горячавка, ты знаешь? Нет, это вообще что? А мне кажется, это трава как-то. Это какой-то, да, мне кажется, цветочек или растение. Так интересно, что сейчас как раз перед нами здесь ноутбук, и у нас закрыта фраграмтика, и новый аромат в этой линейке Ода Базилик Пух. Это просто из той же линейки. Да, да. Вот это горячавка. Кто горячавка? Да. Я не знаю, что со мной что-нибудь происходит, но сейчас я его нюхаю, мне вдруг уже меньше стало здесь цитрусов. А мне бы пришли кучи цитрусов. И куда-то, и я вот все-таки, вот та горечь, про которую я сказал, вдруг у меня вылезла сейчас. А что написано? Горькое пыльное разнотравие на обочине полевой дороги перед летней грозой. Ну, я продолжаю наставить. Ну, нет, я скажу, что нейроли здесь как будто бы все равно не чувствуются. Да. Но сейчас горечи стало больше. Ладан точно нет. Вот я читаю пирамиду. А горячавка просто не знаю, как пахнет. Извините. Горячавка. Да, поэтому, но мы же опять с тобой будем все делить потом. Да, и ты на него положил глаз. Да, мне понравилось. Хорошо, мне кажется, у меня такое и есть. Поэтому. А я как раз такое вообще стараюсь от себя подальше, потому что меня раздражает тот факт, что это надо раздражать деньги. Ой, а мне вот это нравится. Меня куда-то в детство относят. Какой-то вообще не пойму. Какой-то бабушкину кулачеву. А что там так пахло, я не могу понять. То ли какие-то лекарства, то ли какая-то... Вот это смею предположить, что люкс. Потому что вообще для меня пока что не разбивается на компоненты. А если не разбивается, я это всегда идентифицирую как люкс. Не могу. Я пока подумаю, люкс это или ниша. Но сейчас мне кажется, что какими-то белыми цветами пахнет. Пошли вот эти всякие жасмины. Может быть табак? Табак не цветок. А я не знаю, как он пахнет. И в ароматах нигде не помню. Да? Особо. Может, я его думал. Мне кажется, я где-то недавно видел. Слушай, да, мне пахнет какими-то белыми цветами. Меня немножечко уносит в сторону Либра или этого Линтерди. Не-е-е. Вот меня почему-то туда сейчас несло. Ну, смотри. Я согласен, что может быть это люкс. Но тогда это какой-то старенький люкс. Не вот из этих новинок, которые сейчас... А мне главная новинка, кстати, пахнет. Ле Туаля. Нет, это все-таки он немножко такой для меня около винтажное немножко. Поэтому если люкс, ну я пока не отказываюсь, что это ниша может быть. И я настаиваю на том, что... Я согласен, что может быть здесь есть белые цветы, но они такие немножко... Ну, хищная их такая сторона. Не как бы красивенькая сторона, а вот такая... Ну, то есть у меня что-то такое медицинское. Какие-нибудь даже бальзамы может у меня здесь уже. Мне почему-то прям пахнет Линтерди Живанши. Вот этот немножечко такой землянично-виноградный аспект Туберозы. Какие-то вот эти кунжутные семечки, как в черненьком, там, интенс. Ну, я бы сказал, что это может быть какой-нибудь Линтерди. Почему-то очень мне вот пахнет он. У меня просто есть красный. Интересно, вообще хочется сказать, что нет. Почему-то почти уверен, что это вот не какой-то современный женский люкс. А мне звучит он скорее понише. Ну, хорошо, сейчас проверим. Да, это, кстати, мне нравится, когда у нас разбирается прибавление. Да, я готов. Я, честно говоря, готов в плане вскрыть, если тебе еще есть что-то, пожалуйста. Сейчас, я чуть-чуть еще хочу подумать. Но у меня как бы итог, что... Я сегодня сонный, а ты какой-то быстрый. Это как будто это кофе Ристретта бахнул по рукаве. Ты такой, я не успеваю за тобой. Я вчера просто на ночь съел целую упаковку кофейных зерен в шоколаде. Может, если ты еще молок. Да, я не знаю, да. Значит, давай чуть-чуть замедляться. Давай, да, ты, если что, тормози. А то я такой, типа, все. Что-то есть медицинское для меня. И, может быть, вот эта медицинская куда-то меня уносит в какую-то фужерную историю. Но не очевидную. Это не лаванда, не полынь, а вот какие-нибудь, я не знаю, медицинские травки немножко. Я, пожалуй, соглашусь, что это может быть люкс, но повторюсь, что какой-то не новый. Ну что, давай смотреть. Да, у меня очень интересный, особенно когда расходится. Так, ну это люкс. Баттэгер Венета. А, нот Абсолют. У меня был от Левант, я помню, пробничек точнее. Нейроли Гелиотроп, Жасмин Лаванда, Мира Апапанакс. Короче, мы оба угадали. Я про Жасмин, ты про лаванду. Да, небольшая уютная церковь, скорее даже прицерковный сад где-то на юге, в Средиземноморье. А ты знаешь, какого он года? Нет. Мне интересно, чтобы немножко разрешить, насколько он современный или... Ой, мне флакончик нравится. 2018. Это был скорее прав, да? А ты про него что слышал? Вообще ничего не про него слышал. Ну, это хит? Насчет хита не знаю, но мне давали пробник или от Левант. Я его, по-моему, кому-то передарил. Ну, не знаю, популярна ли линейка нот у Баттэгера. Чем сравнивают, интересно? Сравнивают... Я ничего этого не знаю. А, с каким-то зеркалом. Зеркало. Вот мне кажется, это зеркало с Эйлиеном сравнивают. Милуар де Мажесте. Ну, конечно. Это вот сравнивают с Эйлиеном. И поэтому вот меня унесло в какие-то белые цветы. Мне нравится он. Забирай. Хорошо. Меня учитывает, что уже был вот этот Левант. Я его как-то не распробовал и думаю, но... Нам, урод. Так, ты уже это улетел. Да. Давай, прыгай дальше. Так. Облотеры. Вот. Угу. Ты прям рассчитал, чтобы было... Чтобы лишнего... Я хочу вот этих каких-то... Если что, есть еще. Ага. Это прям на поясницу можно набить, мне кажется. Да. Русалочный хвост. Да, да, да. Так. Ну, пока двух, мне кажется, должно хватить. Угу. Красиво. Да. Мне кажется, что для меня это что-то знакомое. Мне тоже немножко он что-то напоминает. Какой-то для меня аромат спокойствия. Для меня тоже скорее. Может, он сейчас это тебе притормозит немножко. Извинь. Мне кажется, что я могу его знать. Какая-то ликерность в нем есть. Есть. Я какую-то главную ноту не могу распознать. Она мне очень знакома. Мне кажется, это вишнево-миндальная тема какая-то может быть. Нет? Не чувствуется тебе? Вишневая точно нет. Миндальная может быть немножко. Но почему-то кажется, что я не про нее. Блин, он что-то мне очень напоминает. Слушай, я вот... Мне кажется, нет люкс. Не побоюсь облажаться. Но меня чуть-чуть даже уносят какие-нибудь Angels Share. Или вот что-то подобное. Но как будто для Angels Share не хватает вот, ну, все-таки там что, грубо говоря, вот эти все ликеры, да, у нас. Но не хватает напора. Я не понимаю, что здесь имеет такой медитативный эффект. Мне кажется, мы даже с тобой это... Такие, чем мы летели. Да-да-да. Это, знаешь, как есть такие какие-то... Нюхать, паник, бантом. Или как-то так не нравится. Типа ты понюхал и успокоился. Это не наркотики, если что. На iHerb продается. Для меня есть фруктовость. То ли сливовая... Сливовая, я не помню, куда ударение ставится. То ли вишневая. Я сливовую, обычно так не люблю. Ну, может быть, есть какие-то фрукты, но для меня не кипят. Есть какая-то фруктовость. А для меня прям вот фрукты пудроватые. Я думаю про пудроватые. Я думаю, что... Блин, ну я опять хочу сказать, что это какая-то настойка на ирисе и лаванде. Понимаю, о чем ты. Да, для меня тоже есть. Я пока еще просто не успел это сказать. Но очень какой-то он... Кайфовый. Мне очень он нравится. Мне тоже нравится. Будем, значит, половинку ты сносишь, потом я половинку. Но по нотам сложно разобрать. Ну, может и ниша быть, кстати. Да, может быть ниша. Я еще, по-моему, ничего не говорил насчет сегмента. Мне кажется, что скорее ниша. Если люкс и какой-то недорогой, я буду очень приятно удивлен. Хочу брызнуть его на руку. У нас сегодня много затестов. Ну, что спать положим? Очень приятный. Очень шикарный. Как будто... Есть еще какая-то кислинка каких-то нибудь красных ягод. Типа там черный... Ой, красной смородины. Но она не выпирает. Она придает вот что-то там есть такое, мне кажется. Ну, какая-то фруктовая ягодная здесь есть. Почему-то мне даже хочется сказать кончерника или голубик. Хотя она не пахнет нифига. Но вот если представить... Это у нас чержица. Ну, не пойму. Какой-то вот ноти-фрути от мюглер. Может быть. А там слива, кстати. Слива с табаком. Может быть. Чуть-чуть есть. Но он порезче. А этот какой-то прям спокойный. Я, кстати, думаю, может он мне нужен. Слушай, мне нравится. Классная вещь. Смотри. Мне что-то прям понравилось. Сейчас я... А как ты... Давай у меня уже... Навык. Ладно. А, я еще старался аккуратно. Это кейко мечери. Ага. Эмбролас. Это брыски, по-моему, переводит. Юзу, ирис. Ура. Дубовый мох. Древесные ноты. Ваниль и амбра. Красивый, уютный шипр. Чувство, будто выходишь из дома в сырой ноябрь. Но тело еще хранит тепло дома. Как тепло жизни. Не знаю. Для меня это больше, типа... Я... Не знаю там что. У меня на коже горчит, кстати, немножко. Да? Ну, мне неудобно быть теплым. Дотянешься? Да. Ну, попробуй. Ладно уж. А где нюхать сердечко? Вот где, да. Ну, примерно так же, мне кажется, пахнет. Чуть-чуть горчит на моей коже. Ну, ирис просто запудривается, мне кажется. Слушай, очень красивая вещь. Очень, да. Вообще не изучал никогда кейка Мессери. Это, кстати, не очень дорогая ниша. Я удивился. Я что-то... У меня Марина прислала какой-то флакон на затест. Я почему-то был уверен, что это дорогая марка. Я полез... Может быть. Я... Нет. Самая популярная. Нет, какой другой. Полез смотреть и оказалось там, типа, 8 тысяч или 7 тысяч сотка. Ну, а, ну, это хорошо. Отлично. Ну, у меня, честно говоря, описание прям разница с тем, что написала Ну, или... А, а... В плане для меня это никакой не ноябрь. Елена, ну, тут без всякого, да, у всех свои ассоциации, вот. Но для меня никакой не ноябрь, а это прям, мне кажется, такой июль. Не знаю, там, я у бабушки собираю ягодки. Да, нет, для меня он тоже скорее холодный. Я не уверен про ноябрь, но... Ну, а для меня это лето, когда тебя вдруг охладили. Вот ты там пьешь что-то, я не знаю, да. Ну, то есть, он в нем чувствуется прохладность, вот, про которую вы с Еленой там вместе мне лучше заливаете. Но, как бы, эта прохладность все равно на фоне тепла. Ну, для меня, по крайней мере. Да. Дурманит он, дурманит. Да, кстати, согласен, он такой какой-то прям... Мне очень понравился. Так, и четвертый. Это зачем ты мне положил? Свои? Свои? Я не знаю. А, ты раскладываешь их, чтобы... Я это складываю по порядку, слева направо. Я не задумывался об этом, честно. Так, это... Это юла. Это юла. Юла. Это волчок. Да, волчок. Что-то знакомое. Мне тоже кажется, что-то знакомое. Мне кажется, это твое больше. Нет? Моя любимая... Мне кажется, я уже говорил во всех видео о том... Моя хорошая. Нет. Моя любимая история про клопоп. Мне вот какая-то нота... Нежная. Так, ну все, подожди. Какая-то нота, если не более строгие, видишь, выдает мне... Вроде сонный. Но я пробудился. Мы сейчас это, ко второй подборке, хохотать будем. Это вечно мы два снимаем видео. Это первым мы... Да, мы-то и про, Маля. Точно, сейчас, секунду. На первом мы умираем оба, на втором мы это начинаем хохотать и веселиться. Точно. Да? Да. Молодец. Вскрывай. Юлу. О чем мы тебе этого говорили до того, как ты угадал? Потому что Лена любимая, хорошая, выслала нам до Фредерика Маля. Да, да, поздравляю тебя. Он мне не нравится. Блин, он классный, но носить его невозможно. Вот мне хватило его два раза, там, три послушать. Я же тебе от Леванта отдал, по-моему. Да, он у меня жив до сих пор. Да. Тепло тел двух спящих людей в остывшей деревянном доме посреди соснового леса. Так, у нас тут произошел инцидент. Этот смешанный запой, Дениса за него до сих пор не выйдет. Ну, сейчас уже надо выходить. Вот, поэтому там часть неполиткорректных и отвратительных шуток мы вырежем. Погоди, я подаю. Я так помираю, я снова знаки показываю сбоку, а ты продолжаешь говорить. Я думал, у тебя выдерзка на духах РФ, знаешь, что при любых условиях уже знаешь. Ой, ладно, не вырезай это. А знаешь, ой, я помню, кстати, Фу, я сейчас красный, наверное, как рак. Духи РФ, я помню, у меня была ситуация, я помню, с Сашей Динаевым мы снимались, у меня что-то попало в нос на съемках, а кто-то говорил, то ли Олеся, то ли Саша, долгую мысль. Я такой, я очень хочу покашлять, прям такой... Я понимаю, что человек говорит и нехорошо, и я такой сижу, мне кажется, там прям по камере было видно, что я взорвусь, ну а сейчас я... Да. Мои фанаты смогут отпускать этот момент. Да, я вообще жду, когда кто-то сделает уже какие-нибудь там нарезку, типа как вилкой в глаз, только про меня. Так, мечты блогеров. Слушайте, ну все, как ты думаешь, мы хорошо с тобой потрудились? Конечно. Да? Ну, один точно угадан вообще. Да, молодец. Ну, вот это с ума немного. Да. Про вот эту горячавку, я честно, я считаю, что мы хорошо описали. Ну, просто я не знаю, как она пахнет. А вот у меня уже не ролик куда-то делся, и одна горячавка осталась. Как бы она ни пахнет. И не важно, что это. Ну, наверное, да. Но я предполагаю, что горячавка это горькая трава. По названию можно предположить. Горячавка. Ну, ты, конечно, умный, да, но не знаю, возможно, да. Это всякие вензеля были. Ботега. Ну, мы там тоже угадали. Белые цветы. Цветы офигенные. Нравится. Поношу его с удовольствием. Да, носи. Он же, кстати, куда-то уходит в классику. Чуть ли не красную Москву. Что-то такое классическое совсем. А для меня пудрит. Ну, там, по-моему, гелиотроп. Вкусно. Поэтому это... И кейка... Не знаю. А, мы оба же от него прям кайфанули. Леща сейчас дашь мне, когда будем делить. Поэтому... Не знаю, кому он пойдет сейчас как-то. Я думаю, что я его уступлю. Давай, делить мы будем после. Мы как-нибудь с тобой запишем отдельно баттл. Как мы делим. Далее. Да. Вот. Ну, что? Супер. Мне прям очень понравилось. И я думаю, наверное, не секрет, что мы сейчас будем снимать вторую часть. И, честно говоря, в предвкушении, потому что классная подборка. Да, мне тоже нравится. И что, будем завершать? Да, ссылки на все наши соцсети вы найдете... На духе РФ уже просто... На все ссылки на все наши соцсети вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь на телеграм-каналы. Саша мой. На ютуб-канал, если вы этого еще не сделали. Саша, большое... Большого. Большое спасибо тебе еще раз за приглашение. Всегда очень приятно. И мне кажется, сегодня как-то так... Вообще, мне кажется, видео должно быть классным, потому что мы начали как-то так на рассинхроне. Ты был вроде бы достаточно такой спокойный. Я проснулся. Я погнал, потом что-то вот это, и еще подавился, и ароматы прикольные. В общем, мне понравилось. Хочу сейчас уже записывать вторую часть. Хорошо. Ну что, кажется, прощаемся? Да. Ну нет, у меня есть для тебя сюрприз один. А что? Да, да. Я сегодня решил немножко изменить правила. Он честно не говорил. Для Дениса устроить еще отдельно два слепых затеста. Ой, блин. Боже, у нас сегодня какое-то хулиганское настроение. Только что был еще пул супернеприличных шуток. Я думаю, что можно было бы их оставить, а может быть и нет. Наверное, нет все-таки. Так что, сори, достраивайте их сами. Так вот, давай уже переходить к формату. Я хочу тебе показать два аромата, ну и как-то собрать твое впечатление о них. А чего ты пришел вообще это мне отдать-то? Просто поясни. Это что? Ну в плане... Ничего, нюхай. Скажи, ты мне скажи, это что? Ну это моя тема. Да. Это прям... И моя тоже. Вот эти... Внезапно. Фекальные белые цветы. Да. Я очень хотел с тобой поделиться этим ароматом, потому что я в него влюбился. Ощущение, что я даже могу знать, что это. Вряд ли. Ну красиво, это вот моя тема. У меня такого просто... Да? Он тебе не выделяется? Он тебе не кажется каким-то необычным? Ну для меня он в сторону датур-нуар. Сейчас тебе опять заякарю и возненавидишь его. Как было с ароматом. Здесь совсем другие цветы. А для меня пахнет туберозой, кстати. Да, да, да. Это тубероза, правда? Да. А с чем она? Ты же видел, что у меня теперь тубероза дома растет. Да. Приедешь нюхать потом. Хорошо. Ну она... Вот почему я сравнил с датурой, потому что она здесь для меня достаточно сливочная. Она прям кремовая. Ну она вот... И с зеленцой. С зеленцой точно. И она довольно пристойная. Вот в датуре просто вылезает такое, что как бы вслух нельзя произносить на ютубе. Красиво. А здесь вот она такая аккуратная. И здесь знаешь, что еще есть? Давай подскажу. Фрукт один. Персик. Инжир. И на самом деле, я сам его не угадал. Он там мне на слепых затестах. Олеся мне его прислала. Я тоже не угадал там инжир. Но сейчас я его очень отчетливо слышу. Это не вот эта инжирная тубероза, которая у тебя была? Да, да, да. А, да. Можешь зачитать? А, Maison en Sainz. Кстати, этот дом, получается, ладан они называют. Вообще, по идее. Фига ли и... Или и не знаю, что такое. А, ну фига-то этот инжир. И я начал чувствовать здесь инжир из филосиков, условно. Ну сейчас я тоже чувствую, такой солоноватый. Классное сочетание тубероза и инжира. Да, красиво. Почему? Ну это, знаешь, днем с огнем мне сыскать флакон. Я и не уверен, что он мне нужен. Но просто уж на что я не люблю тубероза. Красивый цвет. Ну, а флакон какой? А я не видел. Сейчас покажу. Хотя я смотрел твое видео, но не помню картинку. Ну, небось, это без картинки. Я в наушниках просто смотрел. А я, кстати, очень люблю смотреть просто... А я, кстати, очень люблю смотреть просто... Красота моя идачная, не видел. Так, я очень люблю смотреть просто звук. Вот он. Ой, ну красиво, да. Как Энкарноар крышка. Только вкушная. Да, только прямая, да. Все своя Энкарноар, да. Так, и... Красивый очень, красивый. Второй аромат, который я тебе хочу дать. Не смотрю. А там я не вижу ничего. Красиво. Ничего не скажу. Прям... Ой. Ну это вот какие-то прям... Ну, я провожу лето в коровнике. Да. Да. Причем такой коровник, я вам скажу. Очень коровник. Свежий. Не то, что вы где-то по... Ну, прям вот коровник, да. А вот прям вот лепехи такие свежеиспеченные. Да. У меня вот так пахло в коровнике на даче в детстве, да. У тебя был коровник? Да. Прикольно. У нас с прабабушкой были коровы, телята, курицы. Да. Курицы еще могу представить. Но коровы это... Да, я помню, там роды были. А ты давил когда-нибудь коров? Да, она наслучила. Получался? Да я не помню, честно говоря. Сейчас бы ты не смог подоить коров. Ну, жизнь заставит, подаю. Вот, но... Если что, какое-нибудь видео на ютубе посмотрим. Но так. Ну, давай, не будем долго мучить друг друга. Ну, это вот это все Найт Фредерико Малеха. Похоже, да? Ну, наверное, да. Как говнецо такое же? Думаю, что да. Ну, прикольно. Может, даже поносилку. А что тебе кажется, это, ну, какой сегмент и... Ну, то есть, это ут, я думаю, мы здесь... Ну, да, ут, кожа, может быть, что-то вот такое. Ну, скорее, ниша. Ну, а может, ты спрашиваешь, значит, какой-нибудь бюджет. Да, стоит 370 рублей. Это мне Полина сделала отливантик. Халес ут. Его даже на фраге нету, но поищите. Ну, я какую-нибудь картинку вставлю. Реально, коровье говняха. Очень такая, прям, натуралистичная. И очень похоже... А, это пшиковские же. Просто как-то очень красиво. Так, мило, мне пшик на моем видео какое-то, на паразотесты пришли в комментарии, а я там жаловался, что у них пробник не работает один какой-то. Они прямо говорят, извините, типа, у нас это... Молодцы, клиент ориентировался. Спасибо, что используете. Так что обязательно заказывайте у пшик. Да, я думаю, там самое красивое просто... Не реклама, искренне просто пользуемся и любим, да. Да. Спасибо, мне понравилось. Так что сегодня с неожиданным финалом это было видео. Теперь точно прощаемся и идем снимать второе видео. Да, спасибо тебе, мне понравилось. Комментарии, подписочки, ну, вы все сами знаете. Ларики, колокольчики. Пока-пока. Пока.